Кассировок на выполнение мероприятий были изысканы дополнительные ассигнования в сумме 31 млн 414 тысяч. В результате внесенных изменений параметры бюджета увеличились по доходам на 37%, по расходам на 38%. И здесь городской совет хочет отметить большую результативную работу главы города, администрации города по привлечению бюджетных дополнительных финансов в наши как раз таки муниципальные программы. Самый значительный объем работы был проведен с бюджетом города в период как раз таки вот ноябрь-декабрь месяц. Обсуждение бюджета начиналось с рассмотрения прогноза социально-экономического развития на 23 год и плановые периоды. Учитывая важность вопроса, депутаты уточняли представленную информацию и задавали вопросы. Вопросы касались деятельности малых предприятий, например, такой завод как Котельный в прогнозе вообще был не учтен. Значение показателей численности трудовых ресурсов города, демографии, среднемесячной заработной платы по полному кругу организации в городе Назарова, темпы роста заработной платы и другие вопросы. По мнению депутатов прогноз не в полной мере отражал реальное положение дел. При этом депутаты выработали ряд рекомендаций в адрес администрации, внесли предложения и попросили подготовить вопросы, которые были озвучены далее на сессии во время убеждения бюджета. Детально депутаты рассмотрели структуру доходно-расходной части бюджета, а также рассмотрели целевые программы и объемы их финансирования. Доходная часть бюджета городского округа была утверждена в сумме 1 млрд 670 млн 800 на 1000 рублей. В том числе собственные доходы составляют 30%, чуть более 30% от общей суммы. И это больше по сравнению с исполнением бюджета 2022 года на 5%. Расходная же часть бюджета сформирована в формате программного бюджета на 95%, в которой предусмотрены средства на реализацию 18 муниципальных программ с увеличением по сравнению с 2022 годом на 9,8%. По мнению депутатов, важным является то, что в расходах бюджета городского округа на 2023 год учтены обязательства на повышение с 1 января 2023 года на 63% минимального размера оплаты труда с начислением, а также увеличение заработной оплаты работников бюджета с 1 октября 2023 года на 5,5%. Кроме этого, индексацию расходов на 5,4% на оплату коммунальных услуг приобретения продуктов питания, а также на проведение работ по благоустройству и индексацию прочих расходов на текущее содержание. В целом, по оценке депутатов, бюджет города социально ориентирован, так как доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов на муниципальная программа составил 82%. Безусловно, общая сумма расходов по муниципальным программам увеличится по мере отражения в них средств федерального и краевого бюджета, в том числе и на реализацию нацпроекта. Заслушивали и обсуждали представленный проект, решения об утверждении бюджета, задавали вопросы, связанные с устранениями замечаний, поступивших при рассмотрении муниципальных программ, а также учета замечаний, поступивших от прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Кроме этого, очень внимательно и подробно депутаты уточнили и согласовали перечень приоритетных мероприятий на сумму 69 миллионов 101 тысячи рублей. По завершению всех согласований и обсуждений депутаты приняли бюджет на очередной год и плановое период.